Всем привет! В этом видео вы узнаете, как зарегистрироваться в World of Warships на компьютере или ноутбуке, а также вы увидите, как получить шикарный бонус на старте. Итак, начнем! В видео рубрики «Скачать» я показываю подробный процесс, как создать аккаунт в игре с бонусом и как ее настроить, а скачивать игру мы будем с официального сайта по ссылке в первой строчке описания. Именно эта ссылка дает бонусы, и подарки вшиты прямо в нее. Ближе к концу видео я расскажу, как настроить корабли для слабых ПК и как начать играть с другом. А пока вы смотрите это видео, прошу вас поставить лайк видосу, подписаться на канал и прокомментировать. Ваша активность мотивирует меня делать новые крутые видео. Далее перейдем к установке игры. Открываем первую ссылку из описания. Вы попадаете на официальный сайт с одной оранжевой кнопкой и списком бонусов, которые вы получите. Советский крейсер третьего уровня «Богатырь», американский крейсер четвертого уровня «Феникс», два прокачанных командира с шестью очками навыков, два слота в порту для этих кораблей, миллион кредитов, 14 дней корабельного премиум аккаунта, три контейнера на службе отечеству и три контейнера американские крейсеры, и 10 камуфляжей «Победа». Это бонусы от наших друзей Wargaming. Разрабы совсем не против именно такого бонуса от канала своим подписчикам. А кто мы такие, чтобы отказываться от подарков разработчиков WoWs? И кстати, ознакомьтесь с системными требованиями перед установкой игры. Вот они. Для игры на самых минималках достаточно процессора на два ядра, 3 гигабайта оперативной памяти и видеокарту на 1 гигабайт. Еще, что очень важно, это седьмой Windows на 64 бита. А весит игра почти 90 гигабайт. Все из-за большого набора моделей техники и разнообразия карт. Так что почистите диск перед установкой. Игру хорошо оптимизировали, так что она может пойти и на более слабых конфигурациях ПК, так что для уверенности лучше скачать, установить и запустить, посмотреть сколько FPS она выдает. Итак, возвращаемся к регистрации. Нажимаем на единственную кнопку регистрации на этой странице. Теперь вам предлагают заполнить форму регистрации, чтобы войти в корабли. Первое, что нужно заполнить, это указать вашу настоящую электронную почту, которой вы пользуетесь. Если у вас ее нет, то ее можно создать в гугле, яндексе или mail.ru. Затем придумайте уникальный запоминающийся никнейм. Если нет идей, то открывайте описание и там есть ссылка на генератор никнеймов. Вы можете создать себе что-нибудь крутое. После этого придумайте сложный пароль. Если сложно придумать парольчик, переходите по ссылкам. Затем повторите пароль, подтвердите согласие с правилами компании и все, заканчивайте с регистрацией. Затем на следующей странице можно скачать лаунчер игры. Это пока не игра, а лаунчер Wargaming, через который можно обновлять и управлять игрой. Жмем скачать игру, и на ПК скачается установщик лаунчера. Его можно установить куда угодно, это не важно, он как программа, а не игра. И весит всего ничего. Лаунчер открылся. Первое, что нужно сделать, это войти в свою учетную запись, то есть ввести email и пароль, который вы вводили ранее. Все, теперь вы вошли в аккаунт. Как только вы вошли, у вас спросят куда устанавливать игру. На жестком диске устанавливать игры следует не на тот раздел, где расположены файлы операционной системы. На разделе С всегда должно быть свободное место, чтобы было комфортно играть и сохранялся свой прогресс. На SSD игры и операционку можно хранить в одном месте. Но работают игры быстрее всего на SSD, а не на старых жестких дисках. Как только игра скачается, открываем этот же лаунчер и у вас засветится кнопка играть. Нажимаете и игра будет запущена, а бонусы будут начисляться сразу же после первого входа в игру. Вы ничего не потеряете. Вот они и кораблики и уже пошел премиум и есть кредиты. Можно брать спокойно открывать ветки кораблей и смотреть, что тут есть интересненького для прокачки. А ведь тут реально полно наций и классов кораблей. Можно найти себе что угодно по душе. Теперь обещанные настройки для игры на слабых ПК. Нажимаем на шестеренки вверху с левого экрана. Заходим в настройки графики и делайте все так, как на экране. Убираете сглаживание, тени, ставите пресет графики минимум и спускаете все значения на минимум. Все, вы настроили игру под слабый комп. Затем советую немного потестировать и определиться, может можно увеличить пару параметров. Как играть с другом? Первое, что нужно сделать, это показать другу видео, чтобы он получил все эти бонусы. С друзьями же нужно делиться такими вещами. Потом пускай он скажет вам свой ник и вы его добавите в друзья в игре. И все, можно покорять морские просторы в отряде. А на этом все. Я постарался показать вам, как скачать мир кораблей на ПК, где получить бонус в корабликах и как играть в корабли даже на слабом ПК. Вам спасибо за просмотр. Прошу вас обязательно подписываться на канал и поставить лайк. И еще расскажите друзьям про это видео. На этом все и да пребудет с вами Шара.